Добрый вечер, это программа Пульс Дня в студии Артем Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Президент США Джо Байден выступил во вторник с речью, в которой были и миролюбивые призывы, и обещание действовать решительно в случае, если Россия все же решит напасть на Украину. Вероятность такого нападения Байден по-прежнему считает высокой. Министр обороны России сообщил, что некоторые воинские части покидают свои позиции вблизи Украины. Это было бы хорошо, если бы было правдой. Но мы не можем подтвердить этого. Мы еще не проверили информацию. На самом деле наши аналитики говорят, что войска по-прежнему находятся в угрожающем положении. И факт остается фактом. Прямо сейчас Россия имеет более 150 тысяч военнослужащих, окруживших Украину. Вторжение остается возможным. Джо Байден вновь пообещал, что США с союзниками и партнерами отреагируют самым жестоким образом, если Россия все же пойдет на агрессию в отношении Украины. Президент США обратился к россиянам и подчеркнул, что это может быть неспровоцированная война без причин и смысла. США и НАТО не угрожают России. Украина не угрожает России. В Украине нет ракет ни США, ни НАТО. И у нас нет планов размещать их там. Мы не угрожаем народу России. Мы не пытаемся дестабилизировать ситуацию в России. Граждане России, вы не враги нам. И я думаю, что вы не хотите кровавой, разрушительной войны с Украиной. Страной, с которой вас связывают такие тесные узы. Семейные, исторические и культурные. Я напомню, ранее президент США на видеоконференции с лидерами западных стран Евросоюза и НАТО назвал датой вторжения России на Украину 16 февраля. То есть сегодня. Позже помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это вторжение может начаться в любой день на этой неделе. Во вторник федеральное жюри в Нью-Йорке установило, что The New York Times не клеветала на Сару Пейлин в редакционной статье, которая связывала политический комитет бывшего кандидата в вице-президента от республиканцев с расстрелом в 2011 году бывшего члена Палаты представителей Гебби Гиффордс из Аризоны. Вердикт присяжных был вынесен на следующий день после того, как судья по делу заявил, что отклонит гражданский иск Пейлин против Times. Решение судьи Джеда Раков было основано на том, что бывший губернатор Аляски не представила достаточных доказательств того, что ее репутация была подорвана редакционной статьей, опубликованной в 2017 году. Пресс-секретарь газеты Дэниэль Роудс в заявлении, отправленном по электронной почте во вторник, сообщила, «Нью-Йорк Таймс» приветствует сегодняшний вердикт. Тем не менее, Сара Пейлин не собирается останавливаться на этом. Мы преуспели, мои адвокаты преуспели. Они непревзойдены. Когда дело доходит до поиска справедливости, они делают все возможное, чтобы даже у маленького человека был голос. Проигравший может сказать свое слово. Что вы хотите сказать «Нью-Йорк Таймс»? Пусть говорят правду. Это же так просто. Спасибо вам, ребята. Спасибо за то, что вы честны. А вы будете подавать апелляцию? Да, я надеюсь на это. Бухгалтерская фирма, которая в течение многих лет готовила ежегодные финансовые отчеты для Дональда Трампа и его бизнеса, разрывает связи с его компанией и заявляет, что на отчеты за десятилетия больше нельзя полагаться. Фирма Мазерс написала письмо главному юристу Трамп Организейшн Аллану Гартену, чтобы сообщить ему о своем решении. Письмо было включено в документ, поданный 14 февраля Генеральной прокуратурой Нью-Йорка, которая запрашивает показания Трампа и его двух детей, Дональда-младшего и Иванки Трамп, в рамках продолжающегося расследования мошенничества. В письме руководитель Мазерс цитирует разоблачение расследования Генерального прокурора как одну из причин, по которой бухгалтерская фирма больше не подтверждает свою финансовую отчетность за годы. С 30 июня 2011 года по 30 июня 2020 года и отказывается от Трамп Организейшн. Рональд Фишетти, адвокат, представляющий Трампа, отказался от комментариев. Финансовые отчеты использовались для обеспечения кредитов для Трамп Организейшн и являются предметом как минимум двух расследований. Бортпроводница American Airlines обезвредила буйного пассажира кофейником. Рейс, следовавший из Лос-Анджелеса в Вашингтон, округ Колумбия, был перенаправлен в Канзас-Сити. Представитель департамента авиации сообщил, что пассажир мешал летному экипажу, добавив, что инцидент будет находиться под юрисдикцией ФБР. Во время рейса мужчина сказал бортпроводникам, что какие-то люди пытались причинить ему боль, и они последовали за ним в самолете. После нескольких просьб сотрудников авиакомпании сесть на место, бортпроводница применила силу и огрела дебошира кофейником. Мужчина остается под стражей до тех пор, пока не будет назначено слушание по делу о задержании. В Лонг-Айленде сегодня ранним утром бензовоз врезался в коммерческое здание, что привело к мощному взрыву и пожару. По сообщению ABC News, в момент столкновения танкер имел около 13 тысяч галлонов бензина. Водителю удалось выбраться из автомобиля. Сообщается, что он получил легкие травмы. Трое пожарных также госпитализированы в местную больницу. Из-за взрыва была перекрыта часть шоссе Sunrise. Служба инспекции здоровья животных и растений США приостановила импорт авокадо из западного штата Мексики в Мичуакан. Это случилось после того, как сотруднику ведомства, который проводил инспекцию продукции, стали поступать звонки со смертельными угрозами. В настоящее время проводится расследование, чтобы оценить уровень угрозы и определить необходимость мер, гарантирующих безопасность сотрудников ведомства, работающих в мексиканском штате Мичуакан. Это единственный регион, имеющий разрешение на экспорт авокадо в США. Решение властей прекратить импорт создает новые проблемы для ресторанов, которые и без того устали от пандемических ограничений и сложностей с цепочками поставок за последние два года. В ресторане Баха Кантина, это в Лос-Анджелесе, называют новость очень тревожной. Баха Кантина, мы специализируем на свежих овощах в нашем ресторане, поэтому сейчас нужно убедиться, что у нас достаточно авокадо, чтобы накормить гостей. Обычно мы заказываем на 2-3 дня вперед, но, возможно, сейчас придется искать другое жизнеспособное решение. И даже если нужно взять удар на себя, то мы его возьмем. Но я надеюсь, что этот кризис авокадо закончится очень скоро, чтобы наш ресторан работал как и прежде. В Нью-Йорке после трансплантации стволовых клеток женщину вылечили от ВИЧ-инфекции. Статья в научном журнале с описанием этого случая еще не вышла. Ученые лишь представили доклад на конференции по ретровирусам в Денвере. Мы рады поделиться историей нашей пациентки. Это особенно интересно, потому что она первая женщина, прошедшая долгосрочную ремиссию ВИЧ. И это особенно важно, потому что женщины составляют более половины людей, живущих с ВИЧ во всем мире, а в Соединенных Штатах это около четверти. Исторически они были недостаточно представлены в клинических испытаниях. Поэтому особенно важно, что это женщина. К тому же она смешанной расы. Это третий случай излечения от ВИЧ после трансплантации стволовых клеток. И это интересно для специалистов, потому что доказывает, излечение от ВИЧ возможно. Обычно пересадка костного мозга не подходит для людей с ВИЧ. Но для этой женщины сделали трансплантацию, потому что у нее также был рак крови. Помимо ВИЧ у пациентки, как уже сказано, был лейкоз. В 2017 году ей провели трансплантацию стволовых клеток, взятых из пуповинной крови от донора с генетической мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетке. Спустя три года после этого женщина перестала принимать антиэритровирусную терапию, а затем вирус в организме перестал обнаруживаться. При этом, в отличие от двух других случаев, когда от ВИЧ пациентов удавалось вылечить с помощью пересадки костного мозга от доноров, у женщины не развились побочные эффекты, когда донорские клетки атакуют ресепиента после трансплантации. Продолжим пульс дня сразу после рекламы на RTN.